Всем здравствуйте! Сегодня мы будем моделировать и кроить вот такой вот свитшот. Очень интересный. Он состоит у нас из двух тканей, поэтому можно его назвать color block. И смотрите, он перетекает вот таким вот образом. Вот светлая сторона, темная сторона, темный рукав. В этой части светлая сторона, светлый рукав. И вот так вот очень интересно он смотрится. На самом деле идею я взяла в одном брендовом магазине. Вот здесь вот у нас, смотрите, скорпиончик. Там у нас был плейбой. Но не у нас, а у них вернее. И была немножко другая там горловина. Но мы сделали здесь горловину такую повыше, чтобы можно было, когда холодно, подтянуть вот так и полностью горлышко закрывать. При желании с горловиной можно немножечко вот так вот поработать, поиграться. И подтянуть, допустим, вот так вот. Можно просто оставить шнурочек. По линии горловины в верхней части идет кулиска, где-то шнурок. Сегодня мы с вами разберем, как все это смоделировать. Я буду показывать на полочке и на спинке, чтобы при раскрои мы не запутались. Какая сторона, куда идет и как быть с рукавом. Я сегодня все рассказываю это. Работаем мы сегодня трикотаж трехнитка. Это трехнитка с начесом. Оба эти трикотажа у нас из интернет-магазин ткани Color. Ссылочки и на магазин, и на ткани оставим в описании. Начес здесь очень такой теплый, хороший. Конечно, будет в нем тепло и комфортно в этом свитшоте. Ткани производства Турции, поэтому очень надеюсь, что не будет кошлатиться и будет хорошо носиться. Этот свитшот у нас будет дополнением, костюм спортивный. Будем шить еще брюки. Брюки будем шить из серого цвета. И возможно где-то будет такая вот светло-серая вставочка. И тоже вот такой вот скорпиончик именно на брюках. У кого есть идеи, как лучше его расположить, буду очень признательна. Потому что я еще не совсем, не совсем решила, где именно и как это будет. В нашем случае это мужской свитшот. Точно такой же свитшот может быть и женским. Значит, здесь разницы никакой нет. Я мерила на себя, тоже все прекрасно и хорошо. По горловине. Мы с вами когда сделали, моделировали и краили, то я горловину рассматривала вообще совершенно другую. Поэтому хочу остановиться именно сейчас на воротничке. Значит, это у меня прямоугольник ткани, сложенный вдвое. Я его выкроила 20 см по ширине. Складываю вдвое, это 10 см. 1 см вшит в линию горловины и вот получается как раз высота 9 см. А раскроила я его по самой горловине. Вы измеряете сколько сантиметров. Минус 2 см я взяла для того, чтобы чуть-чуть его распределить вот здесь вот. И все. И вот такой вот интересный воротник получился. По шву, как его сшить. Значит, смотрите, вот он где у нас сшивается. Как раз по переднему шву я оставила вот здесь вот шов и самой горловины. Но при этом, когда я его сшивала, вот представьте, вот у нас прямоугольник. Я сшила с одной стороны, с другой стороны и оставила пространство вот здесь вот 4 см или 3 см, не помню. Там, где я в разутюжку сделала и у меня остался как раз вот кулиска, вход. Потом я здесь сделала строчку. Все. Вот такой вот интересный свитшот. Начинаем моделировать. И я переснимаю просто для удобства работы. Вы можете так не делать. Но поверьте, так вы не запутаетесь с цветовой гаммой. Я пересняла 2 спиночки, 2 полочки. Это выкройка основа мужская, которая была у нас совершенно недавно на канале. Рекомендую тоже ее переснять точно так же. Единственное, что когда я переснимала, я не учла и сразу, вот смотрите, по выкройке, что я сделала и получается вырезала за кадром. Надо было тоже вам показать. Вот у нас идет линия проймы. Я опустила на 2 см ниже, то есть линию проймы расширила. То есть вот здесь она у меня была на 2 см. Ну, как бы вот если сейчас, если бы я вот так вот сделала, да, это я сделала просто за кадром. То есть вот, и вырезала уже я по вот этим вот линиям. А они меня вот сейчас, эти линии. То же самое я сделала с рукавчиком, то есть на 2 см. Все остальное пока ничего-ничего не мешало. Итак, разрезала все вот так вот. И сейчас начнем с рукавом и по рукавчику. По низу рукава будет у нас манжет. Поэтому я сейчас сантиметра 3-4 по рукавчику срезаю. Срезаю вот так вот 3 см. Рукав должен иметь такой небольшой напуск и быть удобным. И сразу к рукавчику мы с вами рисуем манжет. Для этого измеряем запястье, чтобы было удобно и хорошо, но при этом, чтобы оно у нас не спадало с руки. Размер руки у каждого разный. Поэтому, пожалуйста, это необходимо будет промерить. Я беру вот так вот 26 см и еще сделаю потом припуск на шов. Значит, беру, смотрите, 26 см. И в длину, вот так вот, вернее, в ширину, я возьму 16 см. То есть 8 см, даже 7 см у меня будет в готовом виде. Надо, давайте, знаете, чтобы я уже не путалась. Так, я вот взяла здесь 26 см. Я беру 27 см. И это уже будет с припуском на швы. И беру 16 см. Вот так вот. Пускай уже будет сразу с припусками на швы. Отмечаю тоже 27 см. И соединяю. То есть вот у нас манжет. Вот здесь, естественно, будет идти линия сгиба. Но я неровно ее нарисовала. Пишу сразу. Так. Манжет, рукава. Потом вырежу, когда все понарисовываю, все буду вырезать. Либо можно было в половинном размере сделать сгиб. Рукав откладываем в сторону. И нам нужно будет два рукава разного цвета. Один у нас будет светло-серый, один темно-серый. С рукавами разберемся чуть позже. Теперь беру спиночку. По спиночке определяю, либо по полочке, это не важно, где я буду делать вот этот разрез. Опускаюсь вниз теперь. Ну, вот так вот сантиметра на 4, на 5, не больше. Ну, давайте возьмем вот так вот. 5 см. Вот эту точку я определяю. Вот она у нас. Сразу же совмещаю. Потому что мы здесь будем с вами сточать. И вот я прорисовываю спереди, как это должно быть. Теперь складываю. Почему я делаю именно так? Потому что, если сразу провести линию, у нас может быть вот здесь вот не совсем ровная линия. Вот я отметила 1, 2. И теперь буду выкладывать линейку и проводить. Но при этом нужно все выровнять. По линии низа вот так вот я ровняю, чтобы ничего не смещалось. Придавлю. И по верхней линии придавливаю. Вот так. Ну, здесь потом подровняю. И теперь я провожу линию. И теперь она у нас будет абсолютно такая, ну, красивая и прямая. Если сделать, разрезать под одним, нужно тогда или уголок брать, или что-то, чтобы вот здесь мы не вышли куда-то на 5 мм выше, либо ниже. Пока проводим, ничего-ничего здесь не меняем. То есть вот так вот проводим просто эти линии. То же самое делаем спереди. Прикладываю. Нахожу эту точку. Теперь определимся с цветовой гаммой. Значит, вот у нас с вами лицевая сторона спинки. Поэтому я ее выкладываю вот так вот. Ну, как бы вот изнанка сверху, лицо внизу. Значит, я вот здесь вот пишу лицо, лицо. То есть лицевая сторона, чтобы потом при раскрои мы с вами все правильно сделали. Значит, смотрите, вот лицевая сторона под низом спинки. И сверху лицевая сторона переда. Тоже ставим буковки L. Потому что вот у нас вперед перетекает на спиночку. И теперь мы с вами прописываем цветовую гамму. Значит, я пишу белое-серое. Ну, оно светло-серое. Поэтому я пишу белое. А вот здесь вот пишу серое. Значит, естественно, когда я переворачиваю, вот здесь вот тоже будет белая часть. И сюда пошел белый рукав. Неправильно. Тоже белое. У нас же вот так вот идет. Значит, нижняя часть серая. Серая. Вот она перетекает. Белое. Белое. Серое. Серое. Все. Вот здесь мы с вами определились. Лицевая сторона. Белое-серое. Теперь можем поработать уже дальше с линией горловины. И сделать манжет по линии низа. Сейчас мы с вами сделаем. И саму горловину. Значит, теперь смотрите. Вот мы перетекаем. Белое все правильно. Серое. Белое перетекает в белое. Серое в серое. Все хорошо. Теперь складываем вперед и спиночку. И немножко сейчас поработаем. Значит, саму горловину я буду расширять, ну, где-то на 3 см. Вот так вот придавлю. И вот здесь вот сантиметра на полтора. Здесь сантиметра на 3. Так. Ну да, пускай будет на 3. Все. Теперь прорисовываю. Сразу же вырезаю. Две вместе. То же самое. 3 см. Ну вот спереди, смотрите, я взяла 3 см по спиночке, а вот здесь вот опустилась сантиметра на полтора. То здесь я буду опускаться, ну, сантиметра на 2, 2,5. Вот так вот. Так же ровняю, вырезаю. Разрезаю теперь на части. Не забываем о припусках на швы и о том, что нам нужно сделать еще правильно рукава. Сейчас вот придавлю, потому что все двигается. Все. Здесь также обращаю ваше внимание еще на что. Когда мы с вами выкройку основу строили, кто будет строить, проверяйте плечевую линию. Плечевую линию я имею в виду, что если вы хотите, чтобы она была четко, вот высоко по линии руки, да, где идет сочленение, то мы строим ее именно так. Если вы хотите, чтобы она была дальше, эта плечевая линия, значит, вы можете длину плеча удлинять. Все. И теперь разрезаю. Манжет я не буду для манжета вот здесь по длине. Ничего корректировать не буду. Не буду ничего срезать. Потому что я после того, как мы сошьем, померяю, а потом уже определюсь, пришивать манжет и оставлять вот такую длину, либо чуть-чуть отрезать и потом дошивать манжет. Рекомендую вам делать то же самое. То есть не спешите пока ничего срезать вот по линии низа. В зависимости от того, какая фигура у мужчины. Если есть животик, вы сможете потом от пола вот эту вот часть выровнять. Допустим, по спиночке больше срезать, по переду меньше. Так, все, детали здесь у нас готовы. Ну, теперь манжет по линии низа сделаю сейчас. Но я его сделаю такой. Он у меня будет идти со сгибом. Что я рекомендую? Измерить обхват бедер вот по прямой. Без учета выступа живота. Потому что он же будет чуть-чуть же ниже. Ну вот я взяла и, допустим, возьму на свободу там пару сантиметров. Потом опять-таки померю. Я сейчас беру вот так вот 50 сантиметров, чтобы у меня было. Значит, обхват бедер вот такой я мерила 96. Я беру 50. Это уже будет с припуском на шов. И в высоту я возьму 8 сантиметров. Ну, либо можно сразу брать 16. Ну, вот беру 8. 16 потом отмеряю. И соединяю. Для себя прописываю. Что вот здесь вот идет сгиб. Потому что он будет двойной. И идет сгиб. Потому что будет идти как спереди, так и по спинке. Осталось нам только обработать горловину. Для горловины обтачки у нас есть и видео, как правильно обработать все тонкости по обработке горловины. Я буду делать ее как футболку. Ссылочку оставим в описании. Значит, смотрите. Вот здесь вот нам нужно будет промерить. А сколько же сантиметров. Ну, поскольку я... Вот, смотрите. Здесь у меня 14,5. И я дальше прикладываю 14,5. То есть ставлю вот сейчас 14,5 на край. Ну, вот здесь вот у меня получается 26. Это 52. Ну, для рябаны мне вот эти 52 сантиметра, они не нужны. Я их возьму для кашкарсе, простите. Я возьму, ну, сантиметров 45. Мне просто с головой хватит. И вот сейчас на... И потом я даже еще потом срежу. По обработке горловины, там у нас есть видео, где четко-четко рассказано, и как правильно рассчитать горловину, если вы будете работать не с рябаной, а с основной частью, с основной тканью. И рассказываем мы, как сделать, добиться прилегания. Каждый раз в видео мы не будем это делать. Вот, смотрите, я раскроила 45 на 5 сантиметров. И вот здесь у меня будет проходить сгиб. Сейчас все вырежу, покажу. Итак, вот у нас это поясок, пояс. Ну, сгиб, то есть будет добавляться у нас и вот здесь вот, и ткань будет сложена вдвое. То есть вот здесь идет сгиб. Манжет, вот я его уже сделала, он у меня полноценный. Будет идти со сгибом, то есть вот так вот и будет уже пришиваться. И сама обтачка. Вот по горловине рекомендую посмотреть, там столько тонкостей. Вот, тонкостей очень много в правильной обработке. Все, начинаем краю. Значит, смотрите, выкладываю я на лицевую сторону и вырезать буду, вот у меня сейчас сложено вдвое, я сейчас уберу одну ткань, буду выкладывать, ну, вырезать в одно сложение, не вдвое. И, естественно, у меня вот здесь вот будет уходить одна длина, и сюда у меня вместится и рукав еще. В итоге, смотрите, вот что мы сейчас с вами выкроили, да. Вот у нас нижняя часть, вот у нас верхняя часть. Теперь сюда, к верхней части, у нас должен быть белый рукав. И мы с вами понимаем, что когда складываем вот эту вот часть, вот, это вперед, там, где больше идет выемка. Поэтому мы с вами вот так вот прикладываем, вот верхняя часть, вот у нас рукав, и мы видим, что сейчас, в данный момент, вот здесь вот лицевая сторона. И вот здесь я для себя напишу лицевая белая. То есть белая сторона вот так вот сейчас должна лежать лицом. Откладываю в сторону детали, раскладываю и вырезаю рукав. К этому рукаву я буду вырезать сразу же манжет. Манжет будет светло-серый, на втором рукаве будет манжет темно-серый, поэтому вот здесь вот сразу идет рукав, и сразу же выкладывается манжет. То есть вот он сразу манжет рукава. Смотрите, вот манжет рукава, когда я складываю с рукавом, видите, он идет меньше. Это правильно. Надеюсь, вам видно. Давайте я вот так вот складываю вместе. Вот я буду шивать, да, смотрите, видите, он идет короче. И еще плюже я его зашью. А к рукавчику сейчас я еще сделаю припуск на шов. Припуск по линии низа делать я не буду. Буду сейчас делать по всем срезам, кроме низа. И затем поступаю точно таким же образом. Я буду поступать с вторым рукавом, потому что потом у меня будет лицевая серая вот здесь. И я напишу, допустим, другим цветом. Сейчас, сейчас, сейчас. Синим напишу. Лицевая серая. И серые детали точно так же я раскладываю на серой ткани лицевой стороной. Вот так вот, смотрите, я раскладываю, как это будет все сшиваться, для того, чтобы потом было удобно скалывать. И еще такой вам лайфхак. Возможно, вам понадобится прописать, где передняя часть, где спинка. Ну, здесь оно выкладывается и так, все понятно. Сейчас, вот смотрите, я, видите, вот повернула. Смотрите. Ну, должен здесь быть белый, белый, конечно, цвет. Ну, вот у нас же линия, которая идет, боковая, она изогнутая, а середина переда, она идет ровная. Поэтому вот обращайте еще на вот это вот тоже внимание. Сразу я вам показываю. Все, вот мы раскладываем, все получается. Смотрите, перетекает, да, светло-серый, темно-серый, все хорошо. По низу темно-серый манжет. И такой же темно-серый, вот у нас кашкарсе будет идти по горловине. Шейте с удовольствием. Пусть у вас все получается. Радуйте себя, своих мужчин. Возможно, шьет кто-то и мужчины. Я имею в виду, может, кто-то из мужчин возьмет и сошьет. И тоже пусть все у вас получится. Всем удачи, всем пока!